Доброе утро, друзья! Сегодня внезапно пораньше начинается наш стрим и будет он очень долгим. Недавно мистер Хамстер предложил небольшой челлендж здесь на SK2TV и этот челлендж называется 7-часовой стрим нагиба пришельцев. Ну а мы этот челлендж приняли и будем сегодня 7 часов нагибать пришельцев. По крайней мере попробуем, кто знает, что получится. Вдруг они нас нагнут. Приветствуем HNS, Скептера, Матвея, Бургуа. В общем, не особо много пока сейчас людей, конечно, потому как раны действительно. Но это не суть важна. Давайте перейдем к игре. Потому что в игре у нас там дела, мягко говоря, обстоят сложно. В игре у нас сбили спутник. И сделать ничего невозможно совершенно. Привет, Айшур. Привет, Жингефар. Тебе тоже доброе утро. 7-часовой? Да, да, да. 7 часов. Вот. Собственно, спутника нету. Денег нету. В ближайшее время нужно экзольтов рыдить. Вот они деньги дадут. Поэтому у меня есть идея. Как бы занять в долг немного. Прямо самую малость. И сделать спутник по фасту. Сейчас 9 декабря. Если мы сделаем спутник по фасту, то сколько это времени займет? Давайте попробуем, во-первых, посмотреть, сколько денег на это нужно. Так, BuildBiteItems. Сателлайт. Либо 102, либо... Но 102 не хватает, к сожалению. Нужно хотя бы 102 найти, да? Айвори говорит. Привет, Дайс. Впервые на стриме смотрю. Это вечно на Ютубе. Но вот кому-то будет удобнее с утра смотреть, видимо. Привет, Вэлл Зерейнджер. И Дмитрий Бушманов тебе тоже привет. Доктор Рез говорит. Дрес, точнее. Говорит. Здравствуй, Дайс. Смотрю тебя больше года. И решил зарегаться ради стрима на СК2ТВ. Еще один замечательный человек у нас зарегался. Вот. А я сказал, вот давай не ценят этого всего. Не ценят, что люди приходят с других площадок. Вообще. Чем у нас нужно продать? Продать на самом деле не особо большое у нас какое-то такое. Не какая-то такая свобода большая. Я думаю, PowerSource один нужно продать. Мы все равно сейчас две тарелки захватывать будем. Вот. И парочку FlyComputer. Нет, даже один FlyComputer. Давайте. Как-то все-таки парочка. Это слишком много. Это слишком дофига. Теперь, чтобы произвести спутник по фасту. Нам нужно еще пять кредитов и четыре мелода. Четыре мелода у нас есть в наличии. Так. Жангифарес говорит, я тут впервые пришел с ютубушки. Ну вот сколько людей. Надо, кстати, на ютубе вешать объявления о стримах. Ну то есть вешать видео специальное, в котором будет тоже анонс, что вот через столько-то времени там тогда-то будут стримы. Ссылочку на него. Миндос, привет тебе. Тебе тоже всего самого-самого. Максимус говорит, привет, да? Если на кнопку стример теперь тоже донатить надо. А какие шиточки про кнопочку стримера. Да будет вам кнопочка стримера, да подождите там, рефрешните страницу пару раз. Думаю, часть когда-то не упадет от этого. Так, Лириум 1 продаем. У нас как раз ровно на спутник есть денег. По фастам. Так, 16 дней, если Квикли, 8 дней. За 8 дней как раз мы должны будем, пока он запускается, еще и самолеты туда перевезти. Ну хотя бы парочку самолетов, там с континентов, на которых не так много тарелок. Это где? Ну сейчас, по-моему, основную движуху я вижу где-то в Африке. СК2ТВ топорно сделан. Он на коленке сделан. Большим количеством людей, фанатов Саркрафта еще. В былые времена, а теперь допиливается, ну, как сказать, полупрофессионально, конечно. Минус 10 очков стримеру, который заставляет заходить на СК2ТВ. Баламут. А когда я кого-то заставлял заходить на СК2ТВ? Что-то не понял вообще. Ты что-то попутал, очевидно. Привет, масса. Говорит, нет информации удачной, но СК2ТВ, чем система доната там. А то у тех, кто в топе донат, какой-то мелкий по 300 рублей всего. Но она, как сказать, она такая, ну, не провальная, но далеко не такого масштаба все хорошо, как планировалось. Спланировалось-то что? Планировалось, что там полтора ляма за первый сезон, все дела. Минимум, фиг там. Фьюшки. Так, ну что, спутник есть? Что еще нам нужно сделать? Да ничего не сделаешь, потому что сейчас прилетит, во-первых, маленький скаут в Нигерию и Харвестер в Японию. Они все идут у нас на посадку. Давайте их тогда будем ловить на посадке. Вот и этот Харвестер отправимся захватывать сразу же. Может, и утро зато в топе? Да, так-то приятно. Кстати, Бургу, а спасибо тебе еще раз за донатец. Меня до шестого левела поднял. Теперь у меня зеленый Ник, я теперь зеленый тролль, а не какой-то синий. Хозяин кубиков, привет. Да, привет, Кощев. Или Кашиф. Появилась кнопка у Максимуса. Поздравляю. Что нам нужно? Нам нужен, наверное, офицер. Офицером возьмем ракетир и ухвошника. Или у нас есть еще один ракетир, которого качать нужно. Но я его качать на более простых миссиях буду, Мип Кинга. Вот там скаут будет следующий. Я, конечно, не уверен, что он реально простой. Как бы есть мнение, что может быть там полная жопа. Но все же. Возьмем ухвошника. Возьмем ганнером. Кого-нибудь не полковника. Время, Минска. Сангефарес говорит. Дайс, позволь поинтересоваться, какой вылет был для тебя самым потным. Самым потным прям. Ты знаешь, я чувствую, не вылет будет, а обороны базы самый потный. А пока как бы прям вот такого супер-мега потного. Наверное, когда я на Смол Скаут прилетел на амбуш. Вот это было потным. Но это был давно самый первый амбуш, который у нас был. Там у нас, потому что новички какие-то полетели. И тут внезапно. Так. По теме вопрос, говорит, масса. Эта часть такая же заскриптованная, как и предыдущие. В смысле, которые перезапуск, а не совсем старые. Но тут как бы на самом деле скриптов меньше заметно. То есть тут, например, базу можно брать сколько угодно раз. Пришельцев они один раз строго по сюжету. Прилетать к тебе могут, атаковать многократно. Тут многие вещи более рандомно сделаны. И как-то не привязаны к каким-то событиям, местам в сюжете. Единственное, что вот ключевые вещи. Типа первое взятие базы сюжетной. Оно дает тебе исследование. И захват Аверсира. Корабля специального. Заготовил огнетушители? Да не, я только проснулся, чё там. Будем потихонечку, полигонечку. Без огнетушителей. Технику безопасности нарушать будем. Кому какие геномоды берешь? Беру офицерам нюрлдампинг, или как он там называется. В общем, штука, которая не дает их под контроль брать. Даю инфантре пехоте глаза, которые позволяют после промаха стрелять точнее. Пробовал снайперам давать ноги для запрыгивания на крыше. Подумываю насчет того, чтобы отдавать всем полканам там секундри-хард. Но не знаю. Сколько нужно до следующего ледлапа? Ой, к сожалению, не могу сейчас сказать максимус. Сложно, потому что я в подсказку не вывел количество опыта текущего. Так же моменты... Такие моменты жалеешь, что в казарме нет сортировки. Да, тут, конечно, сортировка вообще полная беда. Ганера взяли. Давайте посмотрим, снайпер у нас есть вообще какой-нибудь. У нас есть два снайпера. Керис и таймер. Кто из них веселее? Давайте возьмем таймера, наверное. А вдруг левелапнится у него? Сколько там до левелапа? Долго. Реально долго. Так, пехота. Пехотинцем у нас будет тол. Далее. Теперь нам нужен мек. Так. Меком будет эстероса, наверное. Или по файндере разимика взять. По файндере можно, но у меня там что-то у него не левелапнуто. Ну-ка глянем. А, ну да, надо выбрать между Absorption Field, Squad Sight и Vital Point Targeting. Вы знаете, я, наверное, Absorption Field возьму, потому как танковать реально нужно. А все остальное... Ну, круто, конечно, но не в этот раз. Вчера по той МКСКОМ на Ютубе играла у себя в МКСКОМ, говорит Зангифара. За два игровых дня выскочило три тарелки. Один террор и три абдакшна почти по порядку. У меня случилось возгорание. Да, бывают такие моменты, когда сразу подряд вот все идет. Миндоса, тебя еще... Миндоса, Миндоса, Миндоса. Где у нас Миндоса-то? Вот, Миндоса с Олтом. Ну, знаешь, такая история, как бы я бы скаута взял. То есть, понимаешь, тут у нас... В чем дело там? Нужно будет Overwatch снимать? Я думаю, много. Поэтому мы так, во-первых, Медика возьмем. Медика можно не особо прокачанного взять. Я вот Анне возьму, Анне Дюрант. Хотя ее, наверное, лучше взять на следующую миссию. Она, которая со скаутом будет. Да. То есть, более таких, ну, менее прокачанных ребят на следующую миссию возьмем. Там амбуш, скорее всего, с мутонами элитными. Ну, нормально, что переживут. Так, Юзверк или Тангакалад? Оба псионика. Нужно обоих качать. Ну, я думаю, Юзверка возьмем. Так. Еще не поздно попроситься снайперы. Так. Ну, тут на самом деле, как бы у нас народу много уже. Я местами новичков беру довольно редко. Но метко. Так что они попадают в самое пекло. А, вот и Юзверк говорит. Доброе утро, команданта. Но, видишь, а мы тебя на миссию как раз берем. Танковать этим типом мека. Лучше сквозь сайт перк на высоту. Да, ну, у нас нет перка там, по-моему, на высоту. У нас вместо... Нет, у нас есть перк на высоту. Дэнгл Граунд. И я взял Абсоршен Филл, да? Ну, все, наоборот, как бы, знаете. Такой провальный билд полностью. Стараюсь, все, ради вас, для того, чтобы было веселее. И мы без инженера, наверное, поедем. С инженерами полные болты. Можно какого-нибудь нуба, наверное, левелапнуть в инженера. Еще у нас там саппорт вот есть, например. Ромео Сандувал. Какой-то Жозе Сандувал. Инженеры отдыхают, отдыхают. Ранены 27 дней. Ранен 21 день, 7 дней. Ранены 17 дней. Все инженеры ранены, просто вообще беда. Слушайте, а давайте инженером-то сделаем, возьмем. Но я хочу кого-нибудь захватить. Очень хочу. Ладно, да, если это Харвестер не баржа, тут всего рыло около 30 будет. Привет, Аматерет. Ну, ты меня обнадежил просто. Так, ну что, берем Ассолта или... Ну, знаете, в принципе, можно Арктровер один Ассолту дать. Да. Только, по-моему, на Раненгане не работает. Ну, возьмем Ассолта. Че, фиг ли. Нормально. Без инженера в этот раз. Так, скаутом Беатрис, наверное, пойдет. Да, Беатрис идет скаутом. Раненые инженеры доигрались с приборами на базе? Нет, они не с приборами игрались. Они с пришельцами в очень опасной тесной зоне близкого контакта игрались. Так, ладаут. Скоупы, пожалуйста. Здесь у нас что? Здесь у нас Рэпид Фаер, да? Тогда мы даем автобластер. Байпот. Надеюсь, тактиллоригинг скоро закончен будет. Надо будет еще произвести предметов. Например, там Армор Пенитрэйшн или как там? Армор Пирсинг. Так, вот это вот боеприпасы как раз будут хорошим бронированным-то целям. Упс-райфл. Бим-оптика. Что вообще прям дамаг был. Дамажущим. На баржах даже в марте 42 рыло, говорит, там и тире. А тут всего 30. Ну, может, правда, кефирные нарисоваться. Это прекрасно. Привет, мочалка. А на этом Лангворе все равно осталась самым крутым псиоником. Не знаю. Ну, тут любой может быть псиоником. Поэтому, как бы, может быть и нет. Я вообще с Анетой не особо знаком. Она такая мадам для меня. Довольно загадочная. Так, а что это я ему надел-то вообще? Фалангс Хармор. Харапейц же вроде надо было надевать. И здесь тоже. Фалангс меня подсунули тут везде. Эй. И здесь тоже, только не говорите. Да. Ладно. Привет, организм. Зачем аж так рано? Ну, чтобы сегодня не подольше. Знаете, часов 5. Или 7. Да, 7 же часов мы собирались. 5. Размечтался. Всего 5 часов. Фигушки тебе. Ты будешь от рассвета до заката играть, дайс. Так, ну, что там есть? Дэнс Моук. Ну, тогда надо, конечно, домовую гранату взять. У нас спринтер есть. Неплохо. Так, ну, что? Гранату ты берешь? Берешь Айджи самым? Штернган? Не, 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 не. Скотер Лазер. Скотер. Шреддот Бричин? Ну, тут надо это брать с другой стороны. Но мы возьмем Гост Гранату. Одна хотя бы понадобится. Очень. И Арктровер ты взять сможешь вообще? Да, можно. Будет у нас одна попытка. Одна, единственная. Окей. Так, вместо флешки химгранату, пожалуйста. Ну, где она? Вот я прокручиваю, прокручивается слишком быстро. О, нормально. И метки, то ставим запасной, понадобится. Привет, вошник. Тут Максимус, да, Анька, одни из самых сильных из-за 50. Плюс воля стартовая, говорит, а матеря. Угу. Ну да. 7 часов около 24. Хе-хе-хе. Фигушки вам. Да я 7, наверное. Так, с трудом. Привет, лиц. Возьми ассотую винтовку, плюс шредама и обрез вместо пистолета. Ну, тут тогда нужно другие предметы брать. Просто мне нужно, чтобы кто-то с арктровером и гостгранатой был. А здесь 12 скорости. Вот это тоже псионик. Вот ему можно взять, например, гостгранату. К нему дым нужно. Но, может, в печку дым, как бы, знаете, без дыма сойдет. Да, сюда возьмем винтовочку для быстрой скорости и шредама. О-о-о-о. Точно. Кстати, тебе тоже обрез дадим вместо пистолета. Тебе дадим. Дым уберем. Здесь. Ладно, шред будем вешать штернганом. Вместо гостгранаты. Шреда дама. Здесь. Здесь гроз граната. К сожалению, одна. Но что поделаешь? Жизнь, боль. И, собственно, шотган. Плазма-маулер надо сделать. Какой-нибудь там. Вместо шотгана. Сектоподы показывались. Сектоподы... Да, по-моему, один вроде бы. Или не было. Мне это приснилось. Ну, в общем, что-то их мало очень. HNS. Активирует премиум на ГГшечке. Спасибо тебе огромное. Нас осталось три человека, чтобы активировало премиум. И, может, какой-нибудь смайлик будет запилить. Ну, не какой-нибудь. Какой-нибудь, какой вы выберете. Я там варианты предложу. Семиться с часом на обед. Ну, как бы... Ну, час на обед, да, будет обязательно. Слыхал я о стримере, говорит Миндосу, который стримовал 50 часов. Еще он хотел пойти на 100 часов. Но его хорошенько забанили, а то помрет еще. Правильно сделали. Правильно. Ну, что, в общем, у нас такой тестовый билд получается. Смайлик как недушителя. Ай, неплохо, неплохо. Слушайте, давайте записывать буду. Было предложение от снегами смайлик еврея сделать. Ну, снегами вообще евреев любят. Как бы... Сам, наверное, в душе немножечко еврей. Так. Давайте хорошее предложение записывать. Как бы есть смайл огня, а огнетушителя нету. Нормально. А, огнетушитель есть на ГГ, говорит Юзверк. Ну, все. Разочаровали вы меня. Ладно, поехали. Давайте поедем все-таки на миссию. Будет миссия не самая простая. Есть что-нибудь, что я там забыл раздать? Неа. Все нормально. Понеслась. Вот и смайлик огнетушителя. Какой-то он, знаете, похож больше на какую-то красную фигню непонятную, невнятную. В нем не чувствуется огнетушителя. Жаль. Вообще смайлик Еврея. Печальная. Пси у бойцов прокачивается за счет миссий. Каждая миссия дает определенное количество опыта. Полный 49 на моей сложности и с Ноддсу Лонг Вором. Вот. И также еще дает опыт, когда против тебя пси используют. Но твое собственное использование пси, оно опыта не дает. Вот. Адольф не любит евреев, конкуренты же. Ммм. Так. Еще товарищи подтвердили, если Леонет прокачивать на миссиях и без критических ранений, то воля у нее будет немерена. Когда он уже на медик, следовательно, в будущем мэр жить будет норм. Да. Сам ты печальный. Ну, ничего поделаешь. Может, я и печальный. Занг у нас тут в чате нарисовался. Надо его тоже на миссии брать. Вот, смотрите, какой хороший способ получить бойца в Экскоме. Берете и регистрируете ник Аннет. Аннет Дюрант. И под ником Аннет Дюрант считаете вы уже боец. Не надо ничего там в очереди стоять, проплачивать, ничего вообще. Просто хоп и готово. Воин ночи говорит, приветствую. А почему рассификатор не поставишь? Да не нравится он мне, во-первых. Ну, знаете, непривычно очень, потому что в первую очередь. А во-вторых, собственно, я уже начал на английском. Ну, уж как начал, так и буду заканчивать. Как начал, так и кончил, понимаете. Такие дела. Мы в углу находимся, это радует. Так, у нас здесь где вход-то должен быть? Шхарвестер. Давайте сейвушки сделаем обязательно. Как с Сидмейером, только наоборот. Да, скептор, ну а чё? Как акватоид? Не скопытился? Нет, нормально себя чувствует, вообще хорошо. Чему рассификатор я ответил? Так. Ну чё, первым сделаем по Файндерам, ищем путь. Я на это, командир. Тишина. Так, стоп. Самое главное, не промахнуться по ходке. Давайте пройдем еще чуть ближе. Позрация подтвердена. Теперь ясно, что сюда, вот в эту сторону, можно подтягиваться быстро. Вот смотрите, вот здесь вход мы уже видим, да? То есть нам нужно встать перед этим входом будет. Так, давайте проверим, кому куда можно дешнуться. Вообще нужно ли? Где у нас снайпер? Снайпера, в первую очередь, поставим где-нибудь... У него есть же лоу-профайл? Да, у него есть лоу-профайл. И вообще можно тут оставить. Вот прям тут. Афирмативо. Картинка из фуллаута, говорит, масса. А, почитай выше. Ну я сейчас альтабнусь, у меня игра крашнется. Так. Можешь написать еще раз, пожалуйста? Где те времена, когда ты выходишь из Скайрейнджера, и в тебя пролетает плазменная ракета из темноты? Вот. Тоже, конечно, мысль. Где эти времена? Так, у нас лоу-профайл... А, ну да, это же Мендос, это же не скаут. А скаутом у нас является... Беатрис. У Беатрис лоу-профайл есть. Поэтому можно просто сюда вот дешнуться. На кофе. Двигнусь в указанную точку. Заодно проверим, никого не откроем таким дешим ли. Нет, вроде никого. Тут проблема. Надо как-то встать удобно. Вот так можно, конечно. Какой месяц в игре? Январь, по-моему, на 16-го года. Картинка с Fallout 2 на особенности... На способность горбокопателя. Мужик с огромным мешком олицетворения принципа, который полутал, тот победил. Слишком символично масса, люди не поймут. Эмоции должны быть универсальными и простыми. Очень простыми. И понятными как можно большему количеству людей. Вот такие дела. Привет, Дарк Макс. Чё так рано? Потому как сегодня будет длинный стрим очень. Просто абдактор. Не, хорвестер. Мужик с позывным Беатрис. Как же ему не повезло. Почему не повезло? Тут есть зритель с ником Беатрис. Он. Мужского пола. Раздал байстер. Ага, окей. Так, ну чё, сюда вставить, что ли? Давайте сначала кем-то другим попытаемся. Да, что-то кому не так страшно будет. Ну, можно, конечно, медиком встать. Но мне чё-то не нравится идея. Ракетируем сюда, наверное, нужно, если это нормально пройдёт. Ладно, пробуем вот так вот. Фулл кавери. Сейчас что-то активируем. Хотя бы в фулл кавери будем. Нормально. Вообще. Отлично. Просто шик. Толл тогда можно вперёд. Понятно. Поехали. У Фошинга тоже можно вперёд. Мчусь туда. Мчись, мчись. Куда ещё? Ну, сюда, например, юзерган. Когда будешь стрелять в Ксена, сафари и дака-дака. Я же не орк. Чтобы дака-дака орать. Чё-то как-то не очень. Чё-то как-то не очень. Так. Хэви-флотер, флотеры. Чё-то всего много. Ребят, а вы не хотите немножко охладить своё? Чё-то сблокит. Да. Как-то ракета не очень удачно в этот раз будет. Чё у нас есть у Пуффайндера? У нас есть Шредрама. Нормально. Нам нужно... Давайте проверим. Это у нас чё? Это просто флотер. Это Кризолит. Это флотер-лизер, видимо. Мы его ещё не автопсировали, к сожалению. Это просто флотер. Это тоже. Понятно. Чё, так рано? Ну, давайте я выключу стрим серьёзно. Ну, и не будет так рано. Так. Ты планируешь какого-нибудь офицера раскачать филд-коммандера? С его перками сквад будет выпиливать эллинов на раз-два. Всё будет, но нужно просто апгрейднуть. Деньги нужны. Подбеги к группе с четырёх огнемётом их. Ну да, это тоже, конечно, вариант. Но только, понимаете, тут многие в воздухе висят. Как их огнемётом, если двое в воздухе, один на возвышенности. И, конечно, хочется хэви-флоутер огнемётом. Очень хочется. Давайте посмотрим, кто что вообще может сделать. Во-первых, нам нужно кавер нормальный занять. Отсюда у нас будет возможность пострелять. Вот у чего вопрос. Юзверк. Вот это вот очень хороший вопрос. Я хочу убить хэви-флоутера в первую очередь. Либо его заставить паниковать. Это очень важно. А мину как можно кинуть? Как-то, знаете, не очень тоже. Можно с другой стороны у хэви-флоутера снять его кавер. Так, значит, давайте приоритет обозначим. Дойти сюда. Вот эти флеймеры. По-двоим только, к сожалению. Мину к литунам. Ну или мину. Но кто её будет уничтожать, эту мину подрывать? Может, мне нужно ещё пострелять тут? А для этого, если я не двигаюсь ухошником, я его немножко подставляю. Вы знаете. Только что сейчас промелькило, да? Но это на одного вообще не серьёзно. Только что сейчас было чё-то. О. Ну, тоже не серьёзно, совершенно. Сейвнись. Да так, автосейв есть. Чё уж там. Ладно, давайте проверять. Подбегаем сюда, видим ли мы кого-то. Наверное, никого не будем видеть. У меня чё-то такое чувство. Поэтому подбежим сюда. Всё равно никого не видим. Провал. Провал, рэпидфайр потеряли. Мендосом с рэпидфайром из штернгана может выдать. Алиен, объект, инсайт. Сюда, например. Но этих я как-нибудь убью. Надеюсь. Двойной промах. Нормально. Беатрис. Куда тебе встать? Сюда, что ли? Не, сюда бы я толом встал бы. А, он не добегает. Какой-то провальный ход. Дымовуху нет, не взял. Гвоздь граната есть. Чуми нос и не фулл кавер. Чуть ближе к крысам. Так. Да. Это, кстати, провал тоже. Да. Сейчас тут натворим делов таких, что мало не покажется. Слушаюсь. Ладно, одного убили. Больше не дернется. К сожалению, кавера вот прям с той стороны нету реального такого, которое можно прямо сейчас занять. Ладно, подходим. Мина-то все равно не вариант. Я на моем пути. О, вот так вот можно. Сразу троих задеть. Боя его с огнем. Запаниковал. Прекрасно. Итак, Heavy Floater паникует. То есть мы уже, можно сказать, программу минимум выполнили. Ракеты я тогда стрелять не буду. Я займу какую-нибудь позицию, чтобы на следующий ход стрелять. Например, вот здесь вот. Излечи любые амбиции священной огонь... А, излечит любые амбиции священной огонь инквизиции. Да. Маленький нюанс. У бойцов видимость 17 тайлов. Дальше по скваду только. Да. И... Собственно... Не добегу, не буду видеть, хотите сказать. Ну так да. Но мне нужно от этого Хризалида убить в первую очередь. Так. Попытка номер 3, говорит Барик. Привет. С третьей попытки уже, видишь, неплохо. Огонь очищает. У нас остались. Мы брак Юзверк. А Юзверка можно поставить куда? Фиг его знает. Потом снайперы есть. 100%, 90% и 90%. Следует с пресижен шотом. 75% крита. Это хорошо. Здесь вообще 85% крита. А здесь можно даже без крита убить. Почти гарантированно. Но я скорее Залида бы начал. Хотя, собственно, пострелять в него кем-то другим было бы лучше. Но в чем проблема? В тем, что меня могут фланкнуть, если я тут, например, встану. А здесь у меня, скорее всего, видимости не будет. Давайте попробуем. Ну как бы вряд ли мы отсюда сможем видеть. Потому что, получается, это на хайграунде. Мы сюда сайдстеп, шаг в сторону не можем сделать. Поэтому отсюда мы не сможем увидеть Кризалида. Прогресс в прошлый раз четвертого. Ну да, прогресс это всегда хорошо. Так, что? Что делаем еще? Ракетиром что делаем? Ну, ракетиром, наверное, сюда встану. То есть, как бы вообще однозначно. Пусть стоит поближе и... Хотя бы можно будет нормально ракету запустить. Дальше. Точности у него хватает на все, в общем-то. Тола подвести ближе. Нет, давайте сначала снайпером попробуем убить вот этого вот. С пресижн-шотом. Вот. Теперь, собственно, про Тола. Можно не беспокоиться. Можно его подвести, например, сюда. Фулл кавер. Ты не забывай пользоваться пси-способностями. За них тоже дается опыт. Нет, не дается уфошник. Вот уфошник не прав. За пси-способности, когда ты сам их используешь, опыт не дается. Он ваниль давался. А в лонгворе нет. Соответственно, я могу пси-inspiration заюзать, но толку от этого сейчас никакого. Я лучше его приберегу. Так, куда нужно поставить у нас нашего медика? Ну, давайте сюда поставим. Нормально, у него мобильность отличная. А вот за то, что против тебя использует пси-способности, да, за это дается опыт. Нормально, да, за это опыт, да, за это опыт, да, за это опыт, да, за это опыт. Я не знаю, что в четырех клетках быть. Тебе здесь, а сейчас. Так. Теперь его надо как-то окружать. У нас одна единственная попытка будет захватить. Хотя вдруг я какого-нибудь эфирного найду здесь. То есть, как бы, стоит ли... Нет, эфирного захватывать я точно не буду. Сто процентно. Кого я хочу захватить? Таких лотер у меня еще нету. Я его не захватывал. Вот. Поэтому неплохо сойдет. Попробуем. Встанем вот здесь, чтобы на следующий ход можно было... С раненганом, к сожалению, стан не работает. Вот в чем проблема. А можно встать сюда. Или сюда. Да нет, сюда, наверное, лучше будет. Кефирный сам тебя захватит. Справедливо. Начнем с холо-таргетинга. Куда мы можем подбежать, чтобы холо-таргетинг ходить? Двигаясь к точке! Но я думаю, сейчас опять видимости не будет. Нет, есть видимость, нормально. Живем. Попытка, говорят, не пытка. Давайте второй раз. Есть. Сколько мы можем урона нанести этому флотеру? 10 урона и шанс крита. Очень высокий шанс крита, к сожалению. Так, ганнер у нас очень далеко. Его, наверное, поближе подведем. Медик. Медик не видит. Но медика надо же просто подвести ближе, попробовать пострелять у него. Хотя у него лоу-профайла нету. Привет, Amber Spirit. Да, наверное, надо сюда подбежать. Но сначала убедимся, что все в порядке. Что у нас тут? Так, мы двоих видим здесь? Видим. Раз, два. И раз, и два. Давайте пробуем выстрелить сюда. Что-то пришельцы в последнее время жирные пошли, говорит Ухошник. Не помирая с одного выстрела. Ну и мы тоже как бы не такие себе простые. Надеюсь, он будет паниковать в следующий ход. Так. Ладно. Давайте проверим вообще, добьем мы его или нет. Просто понимаете, его нужно довести до определенного количества хитпоинтов. То есть как бы лучше бы я, например, пострелял бы вот так вот. Вот встать сюда сейчас можно. Юзвергом. Чтобы на следующий ход его фланкнуть. Выстрелить Юзвергом. У него дамага меньше будет. А на этот ход сюда подбегаем Мендосой. Привет, Александр Кот. Почему ты не ставил галочку возле по фланкану там 100% крита? А почему бы и нет? Почему бы ее и не оставить так, как есть без галочки? Так, это же так весело, когда Литмутон фланкает твоих и выпиливает на два щелчка. Зачем Литмутон? Финнман какой-нибудь фланкает тебя в начале игры и просто банально насилует критами. Сделали Роя Дженкинса. Ага, Матвей. Матвей, у нас есть там пара человек для того, чтобы новых бойцов взять. Так, здесь стоит звездно вообще. Бьем или не бьем? Ну, значит, на этом ходу не бьем. Давайте Overwatch сделаем. На случай, если у него паника закончится. Но она не заканчивается. Что со спутником немецким? Строю заново в ускоренном режиме. 8 дней. О, мелд! Вижу мелд! Так! Ктаны! Не, мелд это хорошо, безусловно. Давайте медика возьмем, где юзерк там. Сколько у него сейчас попасть? 25. А вот так вот. Я в порядке, командир! 93. 20% крита. То, что надо. Хотя, хотя, хотя мы его не пробьем, скорее всего. Таким выстрелом. Давайте таким выстрелом стрелять. 10 дамага все-таки как-то надежней. Шреддет. Опасно. В общем, захватывать будем так. Потому что я мог бы с пистолета пострелять. Но, во-первых, пистолета тут рядом нет. Раз. Во-вторых. Во-вторых, мы будем добивать. Вот, мезиком, юзверком. А здесь сейчас подходим, пробуем захватить. А мелд охраняем два сектопода. Ну, или три. Три тоже вариант, ведь согласись, я матери. Есть у нас кавер-флотер. Но шикарно. Так, за два хода мы сюда можем добежать. Но. Беатрис. Беатрис бы встать как-то вот так. Но тогда сможем ли мы туда додешиться? Потом. Почему нету кавера прямо где-то здесь? Ой. Мы их пробуем. Если не получается, возвращаемся назад куда-нибудь сюда. В общем, встаем вот тут вот. Чтобы к мелоду на следующий ход. Я обо всем позабочусь. Пей, Козлов! Кто там сектопода заказывал? Они обходят! Они обходят. Сэр, мы под обстрелом. Аляром. Ну, я думаю, будет нормально. И кибердиск накроет и всех остальных. Ура! Сейчас будет бойня. А, тут у нас два варианта. Либо подбежать вот в этот кавер, который для нас полным будет. Либо не делать таких резких движений. Да, и, по-моему, вариант не делать резких движений очень даже неплох. Не пробовал ли играть с геймпада? Нет. Не хочу пробовать, скажу вам честно. Нафиг такое вообще извращение. Так, можно сделать стадион, но он вряд ли поможет. У нас тут видимости не будет, я так чувствую. Давайте встанем в кавер вот сюда. И будет у нас, по крайней мере, вот здесь вот просмотр хороший. Видимость отсюда должна быть. С этой точки. Я бы, конечно, сюда встал бы, но чуть-чуть не хватает нам скорости, чтобы добежать. Потому что это было бы чуть выше бы. И, ну ладно, пофиг. Не беги вперед, кибердиск флангнет. Мало не покажется. Ну, я согласен, конечно, правда так. Но мелд хочется же. Этот чатик уже твой самописный? Да, Дайн. Это мой чат. Зачем тебе за мелдом бежать, если тебе и так по итогам миссии его дадут много? Может, потому что я жадный? Не? Не думали такой вариант? Как бы тоже есть. Жадный, жадный, Дайс. Почему ты такой жадный, а? Ух ты, Командир. Кто у нас остался? У нас остались, во-первых, Минск. Минска нужно поставить сюда. Давайте сюда мы ставим. Да-да, командир. И на Вероч. Я на это. Тол. Тол можно сюда поставить. Вот прям. Град с чатиком. Спасибо. Но он еще такой, пока довольно сырой. Много не хватает. Многое сделано в виде просто прототипа. Когда на Вейстрим по Неваде. Да не знаю я. Когда-нибудь, в будущем. Я на это, командир. Что, у нас там, Верочный билд? Да, Верочный. 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 Значит, Вероч, однозначно. Так. Сейчас вступим сюда. Да, вступим сюда. Подлетай давай, друг. Ну, а дрон снимает Вероч. Убей его, пожалуйста. Отлично. А чего значки после символа ресурса означают? Это звание. Ну, как в XCOM'е звание есть. Вот кругляшок это первый уровень. Новичок. Черточка вертикальная. Это второй уровень. Аж не помню, как он называется. Слышится? Всякое-то. Бродят разные. Интересно. Смогу ли я добежать так, чтобы по нему пострелять? Во-первых, вижу я его. Да, я его здесь вижу. У нас есть Precision Shot. 75%. Неплохо, неплохо. Проблема в том, что она слишком близко. Эээ, слишком далеко. К бою готов! Ой, ну что такое? Ну, хотел нажать на E кнопку, повернуть камеру. Нажал на R перезарядку. Извиняюсь, придется автосейв загрузить. Критерии звания сам придумывал? Критерии звания я рассчитывал на основе того, какие звания были в чате Ахламона. То есть в чате Ахламона такая же система есть. И я посмотрел, сколько опыта сообщений. То есть набрал самый опытный, ну, самый часто пишущий в чате человек. Это Снегамирюк. Он у нас более 5000 сообщений написал. Вот я, собственно, из расчета того, что за где-то полгода 5000 сообщений человек смог набрать, поставил максимальный ранг на 5000. Минимальный ранг, первый, собственно, получения после новичка, я поставил на 50 сообщений. То есть поменьше в два раза, чем у чата Ахламона было. То есть чтобы было проще получить первые звания, но сложнее последние. Из этого рассчитал, какая должна быть там прогрессия, чтобы равномерно это все увеличилось. Доброе утро, товарищ командор, говорит, Витулар Ктос. Доброе утро. Да, я еще добавил фишечку, чтобы первое сообщение в день давало бы 5 опыта вместо единички. Так, кибердиску уже могут получить перк на возврат огня. Так что смотри, кем палишь. Ну, снайпером как бы кем еще-то. Вот, снайпер, нормально. Здесь лучше сюда встать. С мелдом, что у нас тут. Ну, можно снять Overwatch, в принципе, попробовать. Так вот у нас обойдет он? Сможет ли он нас обойти таким образом? В принципе, сможет, куда денется. Тогда другой вариант. Встать как-то так, вот, например. Как вам? Или подцветить его. Ну, то есть попробовать дополнительные урона нанести. То есть, как бы, возможно, смогу добить. Если подойду, например, сюда. И постреляю. Если подойду кем. Ну, здесь очень далеко, к сожалению, у нас. С Хитама находится Минск. Тут вообще дэшится вперед на адоба. Можно было и не загружаться, говорит Уфошник. Ну, как сказать. То есть, я хочу попробовать, во-первых, снять Overwatch. Для этого как-то нужно встать. Так, чтобы быть одновременно в кавере. И иметь возможность по нему пострелять. А это значит, нужно пройти больше одной клетки. Вот. С другой стороны. Ну, здесь уже у нас явно не будет видимости. То есть, мы дальше будем. Можно, конечно, в открытом пространстве встать. Тоже вариант. Или вот сюда. Ну, то есть, я как бы либо вписываю, что я его добиваю. Делал ли я уже отопси Кабердиска? Да, делал. Снайпер, выбери остальные вперед. Снайпером. Ну, ну, ну. Ну, давайте снайпером постреляем в любом случае. Потому как, собственно, у нас других действий для него нет. И двигаться он никуда не будет. Посмотрим, сколько урона будет. Если много урона... Охренеть. Я бы сейчас сыграл ва-банк. Ребят, скажите, Нубу, как отправлять Смайла? Нужен донат? Дерез. На СК2ТВ, да. Нужен минимум 100 рублей задонатить кому угодно. Тогда можно Смайла отправлять. По-моему, так. Насчет 100 рублей, вроде бы, я не ошибаюсь. Ну, ладно. Не могу посмотреть стрим из-за торрентов. Феникс. Хватит порнуху качать, серьезно. Все не выкачаешь. Так хочется одновременный овервотч снять и при этом пострелять в него. Я же понимаю, у Тола будет довольно хороший шанс попасть на Беатрис. Вставать где-то прямо посреди чисто поля. Плохая идея. Шрейдить надо было до стрельбы снайпером. А нечем. Нечем, понимаете. Единственное, кто мог это сделать, это, наверное, у нас Миндос. Но Миндос далеко слишком. Можно Run and Gun, безусловно, попробовать. Но здесь далеко для Run and Gun мы слишком. Это явно будет тоже не близко. Я хочу Копердиск убить. Понимаете. Поэтому. Что если я встану вот так? Плохая идея, да, это вообще плохая. Попробуем. Если что, вернусь назад. Меня прижали! 86%. Окей. Теперь Тол встает сюда. 88%. Можем до 100 довести. И у него еще, да, убивает. Сюда холло-таргетинг вешаем. И добиваем. 2%. Не попали мы в 2%. Отлично. Матвей тут хочет, чтобы им было у БМПшки. Ну, у нас нет БМПшек. И не будет. Мяки же есть. Зачем качать, если можно посмотреть онлайн в хорошем качестве, без регистрации СМС? Ну, насчет хорошего качества, без регистрации СМС я бы не сказал. Там, как бы, собственно, обычно с регистрацией СМС хорошее качество. После снятия овера он откроется и до межредакшена уйдет. Да не, нормально сюда. Ну, я сказал, твой пеку и смайлик, братка, за бесплатно можно поставить, говорит, Дарк Макс все остальное за донат. Офигеть. Не замечал. У меня просто слишком высокий донатный уровень. У меня даже 3 смайла говна доступны, представляете? Вообще просто шик. 3 смайла говна. Да кто бы мог подумать, что-то какие возможности у нас будут в 2015 году. Где мелкота вся? Не знаю, ничего. Сюда бы дэшился. Так, давайте смотрим, кто куда дэшится вообще. С кого начнем? Блин, камера дергается какого-то фига. Да что с ней не так? А, ассортимент. Да... Болгач, конечно. Просто успешный человек, на самом деле. Ничего более. Самый смак сейчас активировать кого-то на одну клетку больше, пробежав вот так вот. Да не, нормально. Нормально. Не дрейвь, дайс. Все хорошо. Что-то какое. Аформируемый. Переходим. 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 Да едить клотить, да как вообще? Роджер, Доджер. Да жопа полная. И у нас тут стоит в чистом поле. Оооооооооо.